Мы пишем свои продукты, у нас партнер, наш основной партнер находится в Германии, это человек, который занимается медиапайном, занимается рекламой уже на протяжении порядка 10 лет. Они очень хорошо преуспели в своей области, у них есть определенная экспертиза, мы пишем, на данный момент у нас три проекта, проекты все о рекламе, так или иначе. Я возьму маркер, есть маркер, рисовать, да вы. Вот, собственно, как бы, кто-то что послышал, в принципе, о таких технологиях, как R&B, Real-Time Bending, сталкивался... На первом сфере. Ну, я в двух словах расскажу, да, собственно. Какая проблематика стоит перед нашими, какие перед нами ставятся задачи, что, собственно, мы решаем, пытаемся решать в рамках наших продуктов, проекта. Вот, один из наших проектов, это как раз таки реактивная система, это система обмена рекламой в реальном времени. Есть, по сути, люди, у которых, ну, система работает по принципу аукциона. Есть площадки для показа рекламы и в реальном времени происходит аукцион за право показа рекламы на какой-то площадке. То есть, открывается сайт, открывается фото-плейсмент, одновременно идет рассылка нескольким автортайзерам, десятым, сотним автортайзерам. Происходит в реальном времени выбор той рекламы, которая наиболее соответствует параметрам того человека, который попал на сайт, и такой, собственно, показывает рекламный прайсинг. Пишется в объем информации, в количествах рекламы, которые на время показываются в интернете, она колоссальная. То есть, объем информации, объемы рекламы огромный. В реальном времени приходится нам необходимо не только подбирать рекламу, но и так же записывать информацию о событиях, впоследствии оптимизировать рекламные кампании так, чтобы повышать инверсию. Ну, и там различные KPI, с которыми, возможно, у вас находитесь тоже и не нужна информация. Ну и, собственно, стоимость, на которой приходится откручивать рекламу, то есть, принимать решение порядка 200 миллисекунд. Это то время, за которое, собственно, система принимает решение о показе того или иного рекламного предложения. Это один из наших продуктов. На самом деле, это рекламная сеть. То есть, там два компонента. Есть и supply-side system, и demand-side system. Одна из них работает напрямую с паблишером, а другая с интердайтером. Второй продукт, который мы пишем, это лекарная система. Здравствуйте. 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 Быстрее. Вторая система, собственно, это трекинговая система, она работает примерно по тому же принципу. Есть огромные объемы трафика, которые направляются в эту систему. Также система принимает решения уже, ну, то есть, мы считаем, что все компании наши. То есть, мы уже не выбираем тоже компании разных интердайзеров. У нас есть внутри системы нашей компании, с помощью которой мы откручиваем этот трафик. И, соответственно, наша задача максимально быстро и точно определить, какое именно рекламное предложение показать этому человеку, который к нам пришел на сайт. Ну и, соответственно, заработать с ним деньги. В рамках всех этих проектов используется, там, ну, по технологиям Иван уже более глубоко и хорошо рассказывает. В общем, я не буду отдаваться на эту сумму, только скажу, что нам находится объем информации, который там проходит, там, миллионы кликов в сутки, иногда даже в часы. Собственно, вся эта информация пишется в хранилище. Мы записываем информацию о том, откуда человек пришел, по каким таргетинговым показателям он сортировался, на какую компанию будут перенаправлены. И мы также с помощью специальной системы читаем информацию о том, что человек в определенный момент превращается в лида, собственно, и он лиды нам приносит деньги, поскольку. Андрей, наверное, народ не очень много понимает, что ты говоришь. Я первые недели тоже не понимал. Ну, чего я не привык? Продукты, крейсы, лиды. У меня в начале каждого рейса приходите к пацану. Через пару недель они привыкли, потому что... Чем-то в день перестанут меня. Это, на самом деле, тоже часть этой, как бы... Естественная работа. Естественная работа, да. То есть, если вы меня выдержите, то... Начну рейдить. Вот. Ну и, собственно, что происходит? Вся эта информация собирается в другие. Вот. На данный момент перед нами ставятся задачи по сбору этой информации без, скажем так, бесперебойной работе системы, под высокими нагрузками и так далее, да. Ну и на данном этапе, собственно, мы еще пока что не занимаемся оптимизацией на YouTube. Но в дальнейшем, собственно, перед нами ставятся такие задачи, как работа с данными, анализ подробных массивов данных на YouTube с помощью специальных патч-процессоров, да и так далее. Ну и, собственно, те задачи, которые мы решаем в рамках наших продуктов, это, собственно, тот скобблазеропод, который мы слышим на рынке, да. То есть, это Big Data, это Data Science, это, собственно, высоконагруженные распределенные системы. То есть, проект у нас довольно-таки интересен. Вот. И, ну, мы надеемся, что по итогам этого курса у вас появится желание с вами работать, ну, искусственно, у вас тоже. Вот. И Иван уже сам самостоятельно. Иван, собственно, является, скажем так, главным техническим специалистом в наших продуктах. Вот. Он будет, ну, сейчас является техническим лидером, Team League, да. Если вы попадете в нашу команду, вы будете работать под его началом. Собственно, что еще стоит? Я не знаю. Давай я скажу тоже общие вещи. Давай, да, ты расскажешь. Так. То есть, первое. Мы бы хотели, в общем, плыть в сторону. Нет. То есть, частично компания, конечно, руководится тем, какие заказы прямо сейчас есть, но очень сильное желание, и мы движемся, чтобы делать то, что интересно. Часично, конечно, делаем то, что дают, но очень, не просто хотим, а сдвигаемся в сторону того, чтобы был какой-то компьютер-сайенс. Машинное обучение, распределенные системы, какие-то высоконаруженные системы. То есть, тут у нас, как бы, денежный задел достаточно большой в том смысле, чтобы мы могли выбирать не просто браться за любой заказ, а самим искать заказы или самим искать, какие продукты писать. Вот. Раз. Второй. Фактически мы отобрали, по-моему, 20 человек. Сразу скажу, что тест был не совсем хороший. То, что, во-первых, стрессовая ситуация, открытые вопросы, это всегда сложно. То есть, эти сочинения писать. Плюс, не у всех веграм, связанных непосредственно с HTTP, например, так может быть. То есть, нам, в принципе, подойдет человек, который пишет компьютерные игры под Android. То есть, он там все биты, биты считает, все оптимизирует, а с HTTP особенно он не работает. То есть, на таком низком уровне, ну, ему оно не надо. Вот. Мы взяли тех людей, у кого нам хорошие тесты, и тех, у кого интересное нам резюме. Вот. Фактически, у нас будут три момента хантинга. То есть, кому-то мы можем сделать предложение уже прямо сейчас. Ну, просто что, там надо пару дней нам подождать, и мы в личку сядемся. Если человек его принимает, может не принимать, это ни на что не греет. Если принимает, мы сразу готовы платить за плат, уже обговаривать. Соответственно, с человека снимаются все риски. Поэтому, второе, мы можем на протяжении курса кому-то предложить. То есть, у человека может быть хороший для нас бэграунд. Например, там, нагрузочное тестирование на нормальное. У него по резюме он, там, пять лет ему занимается. Да, там, всякие цунг, джиметр, всякие волшебные слова. И вот, в таком случае, можем человека пригласить. То есть, он в любом случае нам пригодится, даже если он там скалу не выучит, он нам пригодится тестировать нашего скала-сервиса. Например. Вот. Кому-то мы сделаем предложение в конце, когда курс окончится, мы пройдем тестирование. Какие объемы, когда будем делать, мы не знаем. В конце, когда будет тестирование по материалу, который изучается, то мы кому-то сделаем предложение еще. То есть, кто-то, кто из резюме сейчас не следует, что-то напрямую, наверное, хватать и себе тащить. Но по результатам, ну, типичный Java Senior, Hibernate, Spring, как бы, чёрт он знает, что за человек. По результатам тестирования мы поймем, как человек усваивает новое знание, интересно ли ему это. Поэтому желательно, чтобы вы по ходу достаточно быстро определились в целом, хотели бы вы у нас работать или нет. Если вы скажете «не хочу» или «пока не знаю», это ни на что не влияет. Чтобы было понятно. Вот. Хорошо. Вот. Ну, что я по новой лекции? Итак. В прошлый раз было медленно, потому что я особо не готовился, а взял свои старые примеры кода. Это я взял примеры кода, которые были для Udemy, там не разжеваны, и поскольку курс видеозаписи, то я просто перебрал все синтактические комбинации, какие я нашёл. Естественно, в реале это делать неинтересно, потому что это уже есть всё на Udemy записанное. Но Scal отличается тем, у них достаточно, я бы не сказал, что сложный, но разнообразный синтаксис, и поэтому, в конце концов, желательно знать все трюки. Это, то есть, хотя вы можете знать единственный способ записывать там функциональный литерал, и вам это обхватит, чтобы писать вашу программу. Как только вы столкнетесь с чужим кодом, который по-другому записал функциональный литерал, вы смотрите и не понимаете, почему так компилируется. Или вы понимаете его, или начинаете модифицировать, а вам подчёркивает, что всё, нет, не годится. Поэтому желательно изучить все тонкости синтаксиса, особенно чтобы смотреть чужой код, особенно библиотично. Хорошо. Сегодня я подготовился, я сжал 4 Udemy темы в одну лекцию. Поэтому просмотрим самые интересные примеры, самые сложные, и, надеюсь, вы потом быстренько по Udemy посмотрите все детали. Итак, у Scala весьма обширная, богатая система типов. В целом, охарактеризовать сложно ответить человеку, который не знает Scala или какой-то другой язык программирования, допустим, кроме Java. Чем Scala отличается от Java? Как бы простых ответов нет. Это другой язык программирования, и самое главное, что он заметно не более сложный, а система типов более богатая. Я сейчас буду рассказывать как бы в таком ключе, чтобы вы могли подойти. Одна из проблем, почему люди не могут вообще даже понять смысл категории в библиотеке, типа Scala, Scala и прочее. Что люди неправильно... Люди смотрят на программирование, в том числе на Scala, есть некоторые свои колокольни, которые он наследован, он на что-то писал, там, может быть, не знаю, на Pascal, на Delphi, на Java. Теперь он смотрит, и человек вообще не понимает, зачем нужна такая библиотека. Если понимает во времени, зачем нужна, он не понимает, что за бред написано. Проблема в том, что человек смотрит сквозь свои какие-то фильтры, у человека какие-то свои шаблоны, паттерны, идиомы, какие-то юзкейсы. Он как бы смотрит, и... То есть это для него какой-то бред. Я попробую показать с той стороны, чтобы было понятно в конце, какие advanced штуки могут писаться на Scala. То есть в каком месте она как бы отличается сильно от OOP. Итак, система типов намного богаче. То есть можно сказать, что если как-то интервально изобразить систему типов Java, вот так, то у Scala она шире. И в плане она сложнее. Есть и больше вариаций, и совершенно отдельные разделы. Там есть макросы. В Java нет макросов, там есть макросы. То есть отдельная тема, там нехитро сделано. Есть две рефлексии. Одна рефлексия, унаследованная от GM, то есть вы берете просто класс из пакета Java, Reflection, и используете. Но поскольку это не совсем адекватная рефлексия для Scala, то есть своя рефлексия, более крутая. То есть больше штуковин. Некоторые штуковины принципиально сложнее. Про дженерики высших порядков вроде как и в одном-другом популярном языке программирования такого нет. То есть те дженерики, которые в Sharp и в Java считаются дженерики первого порядка, более отличными. Хорошо. Но кроме этого, то есть система типов как бы богаче, шире. Но кроме того, когда вы программируете на Scala и начинаете думать, как бы математически, то в ряде разделов надо думать, нужно стараться себя заставить думать, что Scala проще, чем Java. Я сегодня буду показывать примеры, которые, если правильно их описывать, то она выглядит намного проще, в смысле, что намного меньше промежуточных звеньев, и конструкции Scala напрямую соответствуют чему-то очень понятному. То есть не будет такого ужаса, когда мы говорим про Java, типичный вопрос, чем RL отличается от Linked List. Это не касается листов. Это не имеет в отношении к математике упорядоченных, индексированных каких-то структур. Это детали реализации, но мы это неизбежно. Потому что пишешь New, какой выбирай. В этом смысле, хорошо. Первая тема – герархии типа Scala. Она чуть-чуть богаче, чем Java. Это раз. И надо обратить внимание, что в ней исправили некоторые недочеты, которые есть в Java. Итак, это я взял картинку, собственно, из, наверное, на Адерского в программе на Scala. Но у нее две издания книжки, два издания. Второе, которое вышло, по-моему, по Scala 2,9. Сейчас Scala 2,11 выходит 2,12. Scala допиливают. И поэтому картинка уже устаревшая. Вот цветным это я дорисовал. Итак, что именно. Есть общий предок. Он называется Any. В пакете Scala Any. У него два наследника. То есть, первое. Есть отличие между примитивами и ссылочными типами. Как это называется в Java. В Scala тоже. Только оно не так называется. Они называют их Value, Value Classes. То есть, типа, все классы. Все объектно ориентировано. Но поскольку надо работать все равно с примитивами, иначе скорости не добьешься, то у них вот есть такие Value классы. А есть Reference классы. Соответственно, у них есть точно так же, как в Java 8 типов, только в Scala 9 Value классов. Это W, ну, то есть, два с плавающей точкой. W slot, long int, short byte, char. Тут все так же. Boolean. Как я говорил, Scala типы вот так пишутся. И при компиляции код JLM они зачастую превращаются либо в примитивы, либо в обертки Java, либо в какие-то еще хитрые обертки Scala. То есть тут это необходимо знать только в том случае, если вы действительно там оптимизируете, ну, если вы с этим данным работаете часто, вы создаете этого больше там нескольких тысяч в секунду, и вас должно волновать обертки-то или примитивы. Если же это какой-то бизнес-под, который выполняется один раз на запрос там с клиентом, какой-то бизнес-под там сто раз приходит запрос, то в таком секунду, в таком случае, вы не должны задуматься там обертка или примитив. То есть Scala не очень поощряет, чтобы вы лезли в потроха и смотрели непосредственно, как какой-нибудь там Scala long, во что он комбилируется и как он используется. Ну, вот как-то у них мало объясняется, вы это можете объяснить, используя фиксус. Хорошо. Что видно? Во-первых, есть общий предок и у примитивов, и у ссылочных. Это первое. Называется Any. Второе. Можно наследоваться и от Value классов, то есть от примитивов. Фактически можно создавать свои примитивы. Но там куча ограничений, в Java это тоже собираются вводить, называется там Value Classes, все никак не ведут. Может будет в 9-й Java, может дальше. То есть идея в том, что и от Any тоже можно наследоваться. Это не считается такой дурной практикой, это некая экзотика. Так же как у Java исключений можно есть ветка exception, есть ветка error, а в принципе можно наследоваться прямо от сравнительного. То есть в принципе, если вы пишете своеобразную систему, у вас есть какой-то третий класс исключений. Вы можете наследоваться от сравнения. То есть это не запрещенная практика. Итак, тут куча ограничений. Я на вот это наследовало, а не на вот это. Я вам выдал ссылки, почитайте. В общем-то, зачем наследуется экипа делать свой примитив? Идея, в общем-то, в том, что... Сейчас я покажу примеры. Нет, давайте посмотрим, кто по примеру. Итак, в старой схеме, вот тут был Scala object. Его больше нет. Есть Scala nrf, это предок всех ссылочных типов, который при компиляции просто превращается в Java-land object. За счет этого, если мы берем Java-овские типы, то все равно в Scala приводили, что к Java-land object, что к Scala nrf. Это одно и то же, это синоним. Но, конечно, правильно по-скаловски приводить их к nrf. Это раз. Был второй предок, его никак не могли наберить методами и выкинули. Или там была пара методов, которые куда-то перенесли. То есть обратную совместимость сохранили. Была идея, что Java-овские типы, они с точки зрения Scala наследуют nrf, а Scala-овские типы, они наследуют тоже nrf, только посредством некого промежуточного звена, который наделяет своими Scala-овскими методами. То есть, если Java-land object дает нам хэш-код, equals, toString, клон и так далее, то сделали прогноз, и мы все навешиваем еще Scala-овских методов, и чисто Scala-овские объекты будут обладать большим количеством методов. Идея пошла, класс зарубили. Хорошо. Среди вейв-классов есть один класс, который нет Java. Это Scala-unit. Он является аналогом, ну как аналогом? В большинстве случаев он играет роль void джавовского, только он лучше. Сейчас посмотрим почему. То есть, у них явно существует тип void, его можно, полноценный тип, его можно возвращать из методов, его можно получать в качестве аргумента, его можно иметь в поле, то есть полноценный тип, и у которого, между прочим, есть экземпляр. То есть, если у джавовского void экземпляров нет, то здесь есть тип, у него один экземпляр. Так, что еще? Штука, которая есть у джавы, но не явно. То есть, кто сильно, значит, вычитывал java.lang.reference, тот знает, что в Java есть топ-типы. Ну, под топ-типом имеется в виду, что у вас в иерархии наследования то место, куда стрелки сходятся, то есть это предки. Когда вы берете любую систему, там топ-типы, это, в общем-то, те, которые у стрелки сходятся. Если брать все возможные классы Scala, то топ-типами является, ну, много, да, понятно, вся верхушка дерева. Ну, особенно выделяет саму марку, это три типа. То есть, топ-типы это any, anyval, anyref. Но, кроме того, в Scala есть bottom-типы. Это тип, из которого стрелки исходят. Это тип универсальный потомок. В Java, на самом деле, в спецификации. Сейчас я покажу. В Scala есть тип ScalaNum с большой буквы. И его единственный экземпляр NAL с маленькой буквы. Если вы почитаете Java Long Spec, то вот эта часть есть в Java. Только в Java, как в языке, литерал есть и тип есть. Но у типа нет имени. То есть, в Java говорят, вот есть такой NAL тип. Но вы не можете его написать. Он, как бы, нельзя это сказать. В спецификации его ввели для того, чтобы логика сходилась. А в Java языке его никак нельзя указать. И даже в самой JVMS, в напрямую буквы, и байткоды вы не можете указать этот тип. Для чего он нужен? Для того, чтобы спецификация замыкалась и было понятно, если у вас нормальный язык, то у любого экспрешена, то есть в любой законченной конструкции, там один плюс hello. Вот у нее должен быть тип. Да, обязательно? Один плюс hello. Это вот строка один hello. И мы можем рассказать, как это происходит. То есть, литерал типа int, литерал типа string, оператор конкатенации. Конкатинировать int и string нельзя. Такого оператора нет. Поэтому происходит неявное преобразование int в string. Используется оператор конкатенации в строк. И у вас получается строка. И, соответственно, в Java возникает вопрос. То есть, какого типа литерал null? Просто пишу null – это, очевидно, expression. Это выражение закончено. Могу написать null плюс hello. Ну, как не знаю, вот hello плюс null точно работает. Вот. То есть, у nullа есть int. Как-то странно. Какой? Потому что можно null присвоить и в переменную типа string, и null присвоить в переменную типа массив int. Какой же он и тип, который подходит везде? Говорят, у нас есть такой bottom тип, null тип. И null – это литерал этого типа. Поскольку он потомок всех ссылочных типов, его можно присвоить всем ссылочным типам. Ну, все места, где требуется ссылочный тип, там будет, значит, nrf, я не знаю, все, string. Туда можно присвоить литерал null. Только этот тип уже именованный, его можно описать. Это не ерунда. Я сейчас покажу, зачем нужно, собственно, это имя. Кроме того, чтобы закрыть систему, они еще ввели тип nasync. Если null – это bottom тип для иерархии, появляющихся в nrf, то nasync закрывает вообще всю иерархию. То есть сверху у вас any, снизу nasync. Это супер-bottom тип, который, ну не супер, Ализабет, чуть самый нижний. В любое место, куда требуется любой скаловский тип, можно поставить nasync. Теперь начинается интересное. Оказывается, что у нас null и unit являются singleton типами. Имеется ввиду, это тип, который населен всего одним экземпляром. Создать поэтому новые экземпляры нельзя. Вы просто пишите литерал. Когда вам нужен экземпляр nat, куда-то, то есть вы можете написать некоторый метод, который хочет получить большую букву nat, ну, x типа nat. Можете вызвать f и дать ему nat. Кроме того, вы можете написать какой-то метод f, который хочет получить unit. И вы можете в f передать единственный экземпляр юнита, который всегда существует, который нельзя создавать. Это просто круглые скобки. Ну, или проще это записать так. val x типа unit равно круглые скобки. Не знаю, почему такой выбор. Он популярный вообще в компьютер-сайсе. Ну, или, соответственно, могу в f передать круглые скобки, могу передать туда x. Ну, конечно, там явление даже будет раньше. То есть получается у нас, что у типа nat есть имя, но нет-нет одного экземпляра. Это важно и постоянно используется. У типа nat есть имя, есть единственный экземпляр. У типа void, у типа unit есть имя, есть единственный экземпляр. Сейчас посмотрим, для чего это нужно. А можно вопрос? Да. А в этот метод f, который принимает нам, можно передать кликс? Или только, обязательно? Нет. Только null? Потому что null это потомок листа, но не наоборот. То есть если метод хочет лист, можно передать null с маленькой буквы. Если лист хочет null с большой буквы, то можно передать, если он хочет null с большой буквы, можно передать только null, собственно говоря, либо передать результат вызова метода, который возвращает тип null с большой буквы, либо литеравна, либо метод, который возвращает нас. Тут начинается забавно, потому что... Сейчас посмотрим. Так. Насчет типов. В функциональных языках, во-первых, дженерики придумали в функциональных языках программирование, только потом они пришли в ООП. И дженерик это очень мощный инструмент, который в рамках C++ нормально его используют, а в Java как-то очень бедненько. То есть я программировал, кибернет-спринт чудесно обхожусь с какими-то обрысками. В реальности достаточно мощный механизм, и, например, просто написать... То есть у меня есть метод G. Нормально видно? Я могу букву больше сделать. У меня есть метод G. Есть метод... То есть есть некий класс, это Java-класс, ничем не типизированный. У него есть метод G, который получает две перемены. Два аргумента A и B, типа A большое, B большое. Это type variable, то есть переменные типа, пока не определены. Будут определены в момент вызова. Ну вот я так их объединил. Захотел и объединил. Достаточно типичные для каких-нибудь объяснений, там, Джорджа Блохо по коллекции. Это типичный нормальный Java-ский код и, скажем так, просто написать некую систему, которая проверит, компилируется эта строчка или нет, то есть я не только типизирую, я потом вызываю A compare to B, B compare to love. То есть просто написать систему, которая проверит, копилируется этот код или нет, немного нетривиально. Объектно-ориентированные штуки, возможно, проще. В скале все используется более явно. Так, ну как я сказал, то есть NAL является синдетон-типом, вот вам типичная строчка. Такой код компилируется. То есть у меня есть строчка, это expression, в скале if это expression, если в Java есть if, который является statement, то есть законченным выражением, но является expression, у него нет значения. Можно было бы сказать, что у if, у while, у for тип void, но в Java такого типа нет. Есть тернарный if, который expression. В скале только один if, он и expression, и statement. У него есть тип, вопрос какой тип. Ну, здесь смотрится, что если пойдет по этой метке, то вернем if, int является anyVal. Если пойдем по этой метке, то вернем string, string это anyR. Соответственно, система выберет наиболее точный тип, который включает и 0, и A, и оказывается, что это any, просто тип any. И, соответственно, у x будет тип any. То есть если мы это опустим, у x все равно тип any. Если использовать всякие библиотеки, типа Scala, Shapeless и прочее, то в базовом синтаксе Scala такого нет, но в более сложных библиотеках можно выразить. То есть в чем сейчас пришла потеря информации? Потому что у вас реально либо строка, либо число, а у вас x any, универсальный тип. При помощи хитрых Scala библиотек можно сказать именно, что здесь или строка, или число. То есть такой тип делать композитный. Под Jarrett сделать нельзя. Когда мы в одно место присваиваем тип x и тип y, то у нас мы поднимаемся до предка, и иногда этот предок слишком высоко. То есть когда мы указываем это общее предка, мы теряем информацию. В Scala базовой возможности объединять типы нельзя, но, при прочем, для тех можно. Так, сейчас пойдем дальше. Тогда надо ломать или ищем? Можете ли ад, бесплатно. Кого? Я задаляйте на акцию. Ну так можно, но они сам каждый раз немножко по-разному воспринимают Scala. Просто просто смеются. Самилить скалы. Я хотел быть честным. А комьюнити не вершим? Комьюнити не вершим. Комьюнити не вершим. Ну они слайд быстро, дед по примерам. Работаем. Отсвечиваем здесь. Вот. Вот. То есть вот этот пример. Тут используется pattern matching и получается он немножко, возможно, как бы не идеально сделан. То есть смотрите. Есть у меня аргумент any. То есть еще надо понимать. В Scala, как и в большинстве функциональных языков, есть pattern matching. То есть это дуальная конструкция. У вас есть вызовы конструкторов, а pattern matching это вызовы деструкторов. То есть если конструкторы собирают новую сущность, там создают вам юзера или создают дерево, то pattern matching занимается тем, что эту штуку раздирают. Как-то одномоментно. Хлоп. И вот здесь небольшая идет потеря. Потому что если вы судете сюда any из предыдущего примера, потом делаете pattern matching, говорите, ну если это типа int, я назову его k, то я распечатаю, я ввел имя для того, чтобы использовать k. А если это string, то я тоже что-то печатаю и тут что-то делаю. Соответственно компилятор сейчас мы вот сюда можем случайно вставить не int и не string и упасть. Ну не упасть, у нас будет специальный match error, но не хорошо. А дефолтный есть там? Дефолтный кейс кидает match error. То есть пишется вот так и на самом деле это throw new match error. То есть выглядит вот так. Дефолтный кейс, он явно не происходит. Так. Хорошо. Так. Что я показываю? Я показываю, что у нас листы пизированы. Для чего нужны общие предки? list any. Так. Забуду сейчас этот пример. Примером ноты я врезал, врезал, врезал. Так. Где в java немного мутно. То есть, например, вот так сделать нельзя. То есть некие несоответствия, которые справились в правиле. То есть я беру целочистный литерал типа int, делаю get class. Не работает. Ну, конечно, это же примитив. А вот эта конструкция работает, например. Вдруг оказывается, что int это, ну, у него есть класс, но не примитив. Для чего это нужно? Ну, например, для рефлексии. То есть хотя на java сильно разделили, то есть есть примитивы, есть ссылочные, примитивы это совсем что-то простое. Тем не менее, при написании рефлексий, для того чтобы можно было, вот, например, вот такой. А, это никто. int class. Если мы сейчас посмотрим на сиенатуру метода, он получает int. Мы можем спросить int. Тут get аргументы какие-то. Как-то можно спросить, какие аргументы ты получаешь. И вот именно там будет возвращен вот этот класс. Класс int. Если вы вернете, да, мы берем и возвращаем int. То есть я получил вот здесь по рефлексии ссылку на вот этот метод. То я получу класс, и он не налог. И это будет, в общем-то, вот этот класс. То есть у void тоже есть класс. То есть странная штука void, которая void вроде как и является типом. Нельзя берить переменную типа void. Но, тем не менее, у нее есть класс. Вот это все накопилось. И вот, например, приходится исправлять уже в восьмой джайл. Пытаются это исправить, но обратная совместимость в новых конструкциях, в лябдах и в указателях на методы пытаются исправить. Что здесь показывается? Да. Надо понимать следующее, что у нас есть иерархия наследования, где потомка можно присвоить пред. А есть здравый смысл. И по здравому иерархии наследования мы знаем, что тип unit, то есть аналог void является animal, является any. По ним лежит тип нас. Все. Вот примитивов, по-моему, от animal в скале наследоваться нельзя. По-моему, от int тогда наследоваться нельзя. Вот. Но это по иерархии. По здравому смыслу void или паскаловский юнит, к нему можно приводить, он является как бы предком, но не в плане наследования, а в плане логики. Вообще говоря, любого типа. Потому что, например, если кто-то говорит, меня устроит и void, меня устроит и юнит, а ты говоришь, стринг подойдет? Да, подойдет. Мне ничего не надо, я проигнорирую твой стринг. Да, да. То есть тип юнит не является наследником, не является предком всего, в отличие от типа any. Да, стринг можно подставить в any, потому что он потомок. Но если кто-то хочет юнит, ты можешь подставить туда тоже что угодно, потому что если кто-то хочет юнит, то он просто игнорирует туда, плюнет на ваш аргумент. И он тоже принимает что угодно. Вот. Вот в Java это просачивается следующий номер. Смотрите. Это восьмая Java. То есть у меня есть метод f, который возвращает строку. И смотрите. Я беру ссылку на метод f. Я могу ее взять. Это одна и та же конструкция. Ну то есть вот тут и тут. Но я могу ее логично присвоить колейбу, возвращающий стринг. То есть посмотрите на сигнатуру метода f. Он ничего не получает, возвращает стринг. Посмотрим на колейбу. Он ничего не получает, возвращает type variable. Это стринг. В моем случае. То есть вот это логичная строка. Я в интерфейс, который ничего не хочет и возвращает стринг, передаю ссылку на метод, который ничего не хочет и возвращает стринг. Но тем не менее в восьмой Java я могу присвоить ссылку на тот же самый метод и runeable, у которого метод ничего не хочет и возвращает void. Это вполне логично. Потому что если у меня есть метод, который возвращает стринг, я могу его присвоить. Метод, который не возвращает ничего. То есть можно ли проигнорировать? Понятно, что из void string получить нельзя. Но назад можно. Ты просто игнорируешь. Противо. Если кто-то хочет object, когда ты даешь integer, происходит стирание типа. Ты говоришь, это же конкретный integer, 42. А тебе не плевать, я вызову стринг. И ты теряешь тип. Когда присваивается конкретный тип void или unit, то теряется значение. То есть не просто тип теряет. Ты говоришь, да плевать, что он у тебя. Подставляет. Мы это игнорируем. То есть теряется значение. Так, это работает и для ссылок на методы, и для лямб. Java 8. Тут void такая же. То есть пытаются исправить. Хорошо. Пошли по Scalic. Здесь что написано? У нас есть объект Demo0, у которого есть метод, который называется f, который возвращает unit. Это синатура метода. Я могу присвоить ему пустые скобки. Пустые скобки означают блок кода, который ничего не возвращает. Давайте не так. Я могу присвоить пустые круглые скобки. Пустые круглые скобки. Пустые круглые скобки. Я могу сделать вот так. У меня есть переменная типа unit. Я присвоил ей литерал типа unit. Единственный. New круглые скобки создать нельзя. Тут работает. Это создается наследник AnyRef, у которого ничего не реализовано. Или, например, этот, который хочет вернуть unit, возвращаем пустые скобки. Окей. Можно вернуть фигурные скобки. Какая тут логика. В ScalaExpressionReddit все пытаются делать expression. И у меня есть просто блок кода. Пустые фигурные скобки. Это блок кода, который ничего не делает. Блок кода, который ничего не делает, имеет тип unit. Это его возвращаемый тип. То место, которое в Java сделать нельзя. Хотя, вообще говоря, у пустого блока кода, который можно написать Java. Я в Java могу случайно поставить вот так. Могу. Но в Scala пошли дальше и говорят, ну, это же какая-то конструкция. Это законченный expression. Есть тип. Он как-то исполняется никак. И вот мы его прислали. Сейчас посмотрим, зачем это нужно. Что мы видим? Вот, например, вот так можно. Например, println, который через серию последников, это не более чем println javascript. javascriptln возвращает void. Вот можно написать вот так. То есть в Java пришлось бы делать фактически вот так. У меня бы написано было, что метод возвращает void. Потом я ставлю фигурные скобки и там описываю свою строчку кода, которая ничего не возвращает. В Scala пошли логичнее и говорят, ну, вот так можно написать. Я могу написать, например, вот такую конструкцию. В Scala, если if возвращает какой-то нормальный тип, который автоматически при помощи вывода типа выводится из веток. То есть есть if, есть else. Берут значение тут, берут значение тут, поднимаются, возвращают к ветку. Вот. В отличие от этого while не возвращает ничего. То есть while, как бы там ни было реализовано тело, его тип всегда одинен. Ну и то же самое показалось, что это работает и для симметричного, и для функций, и для значения. Хорошо. Когда это нужно? В Scala, благодаря множеству маленьких синтаксических штуковинок, можно очень хорошо писать DSL. Причем забавно, что существует DSL, да, Domain Specific Language. Лучше всего черная книга Фаулера, что там про DSL. DSL бывают внешние и внутренние. То есть внешний DSL, это когда вы пишете полноценный интерпретатор чужого языка программирования. Например, XML или JSON. То есть у вас там в отдельном файле, в каком-то формате, что-то описано. Вы там в JSON описали структуру приложения. Или XML для спринга описали, как оно все строится. И вы пишете на Java что-то, что может прочитать XML. Или может прочитать там Loa. Или может прочитать, интерпретировать JavaScript, например. Internal DSL, это когда вы так корячите свой язык, что код родной на вашем языке, который обрабатывает ваш компилятор, выглядит как другой язык программирования. Зачастую хитрость не только в том, чтобы надурить, конечно, читателя. А в том, чтобы, в общем-то, изменить ощущение синтаксической структуры. И сделать код ближе. Оказывается, что в SCALE хорошо писать и внешние DSL. Потому что в SCALE в стандартной библиотеке идет библиотека парсер-комбинаторов. Это стандартный способ описывать парсеры внешней конструкции. И в SCALE синтаксис позволяет искривиться, чтобы менять сам синтаксис языка, чтобы писать как будто в другом языке правильный. Или расширять себя. Вот тут пример. То есть вот кусок кода. То есть в SCALE есть while, но нет do-while. То есть нет такого цикла. Но мы можем его написать. То есть вот написанный do-while, который есть во всех книжках. То есть все нормально. В SCALE я завожу мутирующую переменную. Стартую. У меня теперь ключевое слово do-while. Ну, оно... Если Java пишет do-фигурные скобки, while-круглые скобки, в буллевском слове, то тут можно и так сделать. То есть можно ввести два новых ключевых слова. Я выкрутился один. Do-while. То есть эта ерунда выполняется один раз. Потом проверяется условие. Если оно true, то выполняется еще раз, ну и так далее. Вот я его могу написать на SCALE. Что я делаю? Смотрите. Я введю метод, у которого я использовал карирование. Карирование, то есть независимой группы, например, независимой группы аргументов. То есть я один раз открыл скобку, написал, закрыл скобку. Открыл скобку, написал, закрыл скобку. Теперь. Что вот это такое? Это нужно... Я это сделал только для того, чтобы я вот здесь выразил блок кода. То есть здесь получается потеряна вот такая штука. Ее можно опустить. Если бы я не сделал здесь карирование, то есть если бы вот так я сделал, то мне пришлось бы вот здесь ставить запятую, наверное. Скобочка. 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 Я сейчас, в общем, блефовать не буду. Я готов к искуплению. Или прогребившую выступать, или нарушу, или нарушу. Так. Скобочка. То есть. Вот это один аргумент, фигурная скобка. Вот это второй аргумент. Круглые скобки я просто могу пропустить. В скале есть круглые скобки, есть фигурные скобки. Во многих контекстах это одно и то же. Как они тонко отличаются, я не скажу, я спекту не сможешь управить. Одно из главных отличий, что когда я что-то собираю в фигурные скобки, я могу переносить на несколько строк. Круглые скобки так и разрывать нельзя. А вот эти стрелки, которые возвращаются на меня, это такие по влези вордию считаются? Да. Это есть в computer science есть передача по ссылке, а есть передача по имени. Ну, то есть кроме передачи по ссылке по значению, есть еще передача по имени. Код передачи по имени имеется в виду, что логика такая, во многих языках есть, что я говорю, слушай, вот тебе имя той перемены. Я не даю ее ни копию, ничего, я говорю, то имя. И каждый раз, когда внутри кода хочешь использовать эту переменную, берешь ее, считаешь, то в этом случае имя разоменовывается в значение, и ты получаешь новое значение. И так каждый раз. Таким образом, например, при помощи этого гидрого способа, смотрите, у меня может быть, есть D, какой-то метод F, который хочет получать, ему нужен генератор уникальный ID. Если я сделаю вот так, да, а потом где-то сделаю F, ну, сделаю V, если я сделаю вот так, то что произойдет? В момент вызова метода, в момент вызова метода, должны рассчитаться все аргументы. Есть P, они рассчитываются слева направо, они все принимают, то есть, экспрессионы разовываются в значение, и если там было написано F от K плюс 1, то я не могу передать туда K плюс 1. Происходит K плюс 1, K 12 плюс 1, 13, внутрь идет значение, 13. Таким образом, вот, если же я здесь сделаю стрелку, то в таком случае resolve не происходит. И я могу написать метод def, например, ID, который возвращает новое ID, тут надо всегда возвращать новое ID, ну, якобы всегда возвращать единицу, так вышло. Теперь, если я пишу F ID, если бы я вот тут возвращал каждый раз новое число, а здесь написал F, здесь написал, например, если бы я сделал вот так, то каждый раз я зашел в функцию F, resolve вот этого, он не только как бы ленивый, то есть если я ID никогда не воспользуюсь, то никогда он не будет рассчитан. Дело даже не в этом. Каждый раз, когда я пишу println ID, происходит как бы сведение expression, который задавал аргумент функции, к значениям. А как произошел вызов? Вот так. Да, ID это просто вызов функции без аргумента. Если функция не имеет аргументов, можно опускать кулы и сколки. Вот. То есть смотрите здесь. Вот это, это некий expression, это вызов функции. Если я пишу здесь стрелочку, это означает, что когда я вхожу в функцию F, не происходит resolve этого expression к значению, то есть не происходит вызова функции ID. Когда я пишу println ID, то в этом случае делается resolve, то есть вызывается функция ID, она что-то возвращает, и println этого делается. Если я еще раз пишу println ID, то опять происходит resolve expression в значениях. Соответственно, находится тот true как в Java, то есть если кто-то хочет постоянный источник ID, я не могу ему как-то это передать. мне приходится возвращать ему, например, callable, утилизированный integer. Он его будет вызывать, эта штука будет генерировать новый ID. Здесь же все проще, то есть ты как-то документ так обозначил, то resolve происходит каждый раз при обращении, и ты можешь легко так передать, не возникает типа прокладки, потому что в Java, если ты хочешь int-овый генератор, ты хочешь место, откуда выпадают новые int-ы, у тебя есть функция, которая возвращает int-ы, ты не можешь как-бы их свести. Тебе приходится в один новый, тебе приходится при передаче создавать анонимный класс, который возвращает, например, callable по integer, или в новой восьмерке, что там у нас, supplier по integer, или int-supplier, его будет дергать, он будет единый. Здесь же эта прокладка возникает автоматически. А если надо передать аргумент, это прокладка? Я не с тем понимаю, надо конкретный пример смотреть. Ну, если нам нужно в этот генератор передать что-то, какой-то аргумент. Каждый раз ты не дашь аргумент, нет, тогда не получится. То есть в тв нельзя сейчас скобки поставить и вызвать какой-то аргумент? Я сейчас отвечу на свой, можно добавить. То есть хитрость в том, что в синтаксе слишком прост. Вы можете добавить стрелочку. Если вам для получения каждого сента надо добавлять еще что-то, какой-то сит свой, тебе говорят, нет, извини, это id в данном примере, вот это id, оно себе бьет просто как int. Мы средствами скалы никакой промежуточной оперки не видим, мы вот этот call-вызов по имени мы не видим. Оно ведет себя как int. Просто суть в том, что это как будто обычная переменная типа int. Только каждый раз, когда мы ее считаем, она может иметь новое значение. Ну вот. Вот такой int, который как бы недоопределен. Ну вот не явно методы типа замыкания, да, ну как-то через замыкание. А вот как там вот это выражение btlmk, а это равняется ко плюсы? Да! Ссылаться на какую-то перемену через клубы не явно. Как это используется здесь? То есть у нас, смотрите, у doWile тело ленивое. То есть это для чего нужно, чтобы... То есть мы передаем это callByName. Передача по имени. Не по значительни, не по ссылке, а по имени. И условия точно так же. Для чего это делается? Для того, чтобы, когда я вызвал метод doWile, то перед входом в метод doWile не была однократно рассчитана вот эта конструкция. И не было рассчитано вот это условие. Если я уберу отсюда стрелки, то когда я зайду в метод doWile, у меня будет вполне определенное значение вот тут, и condition, который в начале там равен true, и он всегда будет равен true. А мы говорим, не-не-не-не, постой. Мы заходим внутрь, мы хотим там это вычислять. То есть мы можем, вот у нас, собственно, condition. Да, вот тут, получается, у нас используется замыкание. Правильно? То есть вот это. Да, здесь, фактически, прошел дважды как бы обман. То есть мы в скале просто можем опустить вот тут круглые скобки. То есть станет понятнее, если мы сделаем вот так. А вот тут фигурные. Вот так все равнее. Так понятно, что вот это замыкание. Почему? Это блок кода. Фигурные скобки означают блок кода. Это блок кода, которому ничего не надо. У него нет аргументов. Блок кода, которому что-то надо, скорее всего, пишется вот так. Ну, либо, например, вот так. Это был бы функциональный литерал, который хочет получить какой-то аргумент типа, для которого плен оператор меньше и там, и который вернет, видимо, блок кода. Ну, это краткая форма. Более сложная форма была бы вот такая. То есть это полноценная лямбда не всегда выруливает, то есть помогает поставить все скобки. ну, тут, да, он говорит, что я хочу, товарищ, я хочу из ничего гуля, а ты мне сделал из это гуля. Ну, вот так это лямбда. Да, анонимная функция, которая из это гуля. А вот так, это замыкание, потому что вот это мы спрашиваем на момент, когда он будет вычисляться, больше ничего не надо. То есть он из ничего в unit. То есть он берет k, но k он берет вот это. То есть ему от тебя ничего не надо. Поэтому здесь ничего нет. Да, это по-моему, я сейчас не скажу, но по-моему это вот это типы синонимы. Нет. Хорошо. Что я хотел показать, собственно, этим примером? Для чего нужен unit? Смотрите, с точки зрения dual, вот здесь нужно замыкание, которое возвращает, ну, не знаю, все возвращающие это замыкание. Замыкание ничего не хочет, или нет аргументов. Не скажу больше. Вот. То есть эта штука возвращает гуля, а вот эта штука, нам как бы все равно, что она возвращает. Это тело, собственно, do while, которое просто вызывает. То есть это нечто типа run a blockjave. Есть метод run, которому ничего не надо, и который возвращает в вольт. Ты просто меня дергай. Ну, то есть там, когда вот я произошел событие, ты типа лисанин, просто дерни меня, и я буду знать, что у тебя произошло какое-то событие. Да. А можно unit на int заменить? Из-за того, что последняя строка готовая? Да. То есть в данном случае произошел трюк, заключающийся в том, что у нас есть блок кода, у которого последняя строчка. А, вот я не знаю просто присвоение, я на скидку не скажу, если было вот так, то мы могли бы здесь сделать int. а если здесь k нет, то действительно, наверно, в отличие от гравы, присвоение к unit. то есть вот, для чего нужен unit. То есть мы можем давать блок кода, который возвращает что угодно. Происходит приведение к unit, но не через систему наследования, а через систему логики. мы просто игнорируем его результат. Так, что у нас еще? Боди возвращает будет. А, это я просто объяснял пошагово. Пошагово. Бод. Вот такой интересный пример кода. Да, три вопросительных знака. В sky взяли фактически java, то есть типичный некоторый c синтаксис, и начали вычищать. То есть, во-первых, освободили ломанные скобки. Они используются как арифметический оператор, но не используются для дженериков. Соответственно, уже они свободны. Также освободили вопросительный знак. Убрали, по-моему, место, где java использовался, вообще в всех подобных языках, это тернарный условный оператор. Скалик в скале тернарного условного один. Вопорсильный знак свободен. И в итоге, многие операторные символы в скале свободны. Их можно использовать в качестве немен и методов. Три вопорсильных знака — это метод. Тот, которого очень не хватает, жаль. Можно тут запекать? Да, конечно. Вот такая интересная конструкция. Это лично мне. То есть я когда ее видел, я понял, что мне всегда в java не хватало, только я не знал. Во-первых, throw, то есть бросок exception. Это expression. В java это statement. Я могу вызвать его, написать, поставить точку запятую. Но это не expression, это штук, я не могу никуда это присвоить. я не могу написать return, throw, you, там где что-то нужно. То есть у меня есть, типично в java, если я не знаю, как реализовать метод, мне приходится все равно ставить фигурные скобки. И внутри кидать throw, you, там on support, это брейшн, exception. Здесь же, вы можете прямо, то есть у этой штук есть тип. Ее тип, я сейчас не вспомню, по-моему, насем как раз у броска exception. Да? Ну вот же насем. Не-не-не, это тип, это метод три вопроса и знака возвращает нас. А, ну да, конечно. То есть из этой логики следует, что правая часть является подтипом насем. У насем подтипов нет, он сам себе подтип. Значит, throw по спеке языка возвращает насем. Что хорошего? Это означает, что три вопроса и знака могут быть в любом месте и требуется expression любого типа. Поскольку насем это универсальный болтан тип, кто-то хочет, и получить три вопроса и знака. Ты не знаешь, как реализовать метод, три вопроса и знака. При попытке вызвать эту штуку вы получите вполне логичный тот аргумент dero. Ну там аргументов нет, да, получается? А? А аргументов нет? У метода нет. То есть это только если не на аргумент? В смысле? В смысле? Ну, если у меня есть какой-то метод, который привлекает аргументы, но у меня он не взаимопримечен, да? То я не улучшаю? Нет, нет, нет. Да, я понял о чем ты, смотри. Можно. То есть ты хочешь заменить метод, у которого есть аргумент. Как ты его хочешь заменить? Например, какой-то метод f хочет получить себе функцию из int и int и int в, я не знаю, там, в стринг. Да? т ты можешь сюда поставить три вопросительные знака вместо него. Потому что это тоже тип, самый обычный тип. А насинг является потомком и этого типа. То есть насинг потомок вообще всего. да, то есть когда еще может быть подстановка, наследование, да, в наследовании ты синтаксически не можешь. Если есть какой-то абстрактный класс, там, x, у которого есть метод с сигнатурой, там, не знаю, из int, int, то, ну, я, по крайней мере, не знаю, как можно наследоваться от этого класса и вместо этой имплементации написать три вопросительный знак. Так, по-моему, нельзя. Ну, то есть только ты можешь полностью повторить сигнатуру, а вместо реализации написать три вопросительный знак. Так, час прошел, давайте маленький период. И продолжим. И продолжим сразу так. Не исключение демократии. Перерыв 9 минут до 8.15.